Молитва каббалистов совершенно другая, чем молитва есть, как понятие широкой, против массы, у всех народов, у отдельных людей, у разных общин, групп. Слово молитва на самом деле не говорит ни о чем. Люди, которые приходят в науку каббала, как мы знаем и изучаем, это люди, у которых есть развитый эгоизм, они недовольны ничем в этом мире и требуют Творца, они хотят раскрыть его, они хотят раскрыть суть жизни, цель жизни, где они находятся. Зачем, почему, куда и все такое. Когда они приходят, их помещают в учебу, они немножко наполняются знаниями, потом объясняют, что продвижение возможно только при условии, когда они соединяются в десятки, подобно Муше, который так сделал. Мы учим это и в самой науке каббала тоже. Занимаются десятками. После того, как попробовали все, на самом деле, что есть в наших возможностях, и не видим никакого хорошего знака, и это может занять много лет, начинают приходить к разбиению. Человек понимает, что ему не поможет ничего, может делать все, что еще осталось, не может сделать ничего. Чтобы спасти себя, чтобы выйти из своего эгоизма, чтобы оставаться в своем эгоизме, но получать что-то, вообще ничего. То есть он уже находится в состоянии абсолютной беспомощности. И тогда он начинает слышать, что то, что ему осталось, это обращение к Творцу. И это представляется ему как действительно решение. Он слышал об этом раньше. Много раз. Но только сейчас он видит, что действительно это решение. И обращение к Творцу только это может помочь ему спасти его и ничего другое. И поэтому мы подходим к этой теме, которая называется молитва. У нас есть уже знания, где мы находимся, какие шаги мы должны сделать, где мы добиваемся успеха, а где нет, что с нашим объединением. Все что угодно, что бы мы ни делали. Осталось только молитвам. Ну, у кого-то больше, у кого-то меньше. Но, по сути дела, мы подходим к этому. Видимо, это, кроме того, из состояния групп. Мы связаны с ними, они связаны с нами. Короче говоря, состояние напрашивается. Подталкивает нас заняться обращением к Творцу. Может быть, не называть это молитва, обращение, просьба. Потому что молитва – это слово, которое от большого использования массами потеряло свое внутреннее содержание. Мы не просим ничего, кроме исправления. Как прийти к этому? Как разных наших просьб? У нас есть большой список, может быть, у каждого, чего мы хотим. Как нам выяснить это? Тоже с помощью молитвы. С помощью просьбы, которая является подготовкой молитвы, предваряющей молитву. Короче говоря, это мы должны будем выяснить. Но я говорю, что, в общем, это последний этап во всех проверках действий. Это последний этап, потому что человек, в общем, должен прийти к состоянию, когда руки его направлены к Творцу. Только в этом он добивается успеха. Это ясно, но изначально, что только свет может помочь. Свет, возвращающий к источнику, свет Торы, дворец, собственная персона. Мы слышали. Но слышать это одно, а прийти к состоянию, когда мы нуждаемся в этом, зависим от этого. И только от этого. Это другое. У нас есть несколько товарищей, которые требуют просто их состояния, требуют нашего внимания и нашего сердца просто. Не будем забывать о них во время урока. И в каждой группе мы будем думать о них, о всех группах, и постараемся в нашей просьбе укрепить их. Потому что мы видим, насколько состояние тяжелое и в мире, и у нас. Злое начало усиливается. Чем больше мы продвигаемся к Гмар-Тикону, у нас нету особенно сил, понятно, что сил нет. И отсутствие сил только обращает тебя к источнику силы, а это творец.